Здравствуйте, Ваши коллеги! Здравствуйте! Сегодня Вы ответите на все наши вопросы. Но по традиции у меня вопросы сначала к Вам. Как Вы считаете, можно ли детям говорить неправду? Я считаю, что детям неправду говорить нельзя. Ну Вы готовы к встрече с нашими детьми? Добро пожаловать! Производим с нами! В городе Кумиртау Александр Степанов работал руководителем местного отдела приставов. Теперь, спустя два года, старший пристав вновь в родном для себя городе. Особенность приезда не только в общении со школьниками, но и в особенном патриотическом воспитании детей. Нашей службой уделяется широкое внимание патриотическому воспитанию детей. Я просто никак не мог мимо пройти наших кадетов. Именно постановка вопросов, постановка ответов была направлена на то, чтобы, во-первых, отдать правдивый и реальный жизненный ответ, и, во-вторых, детей направить действительно на конструктивное решение вопросов, на позитивный лад, на то, что в жизни трудностей нет, есть просто решение вопросов. И самая главная борьба, как я уже отвечал, думаю, с кадетской борьба с собой – преодолеешь себя, преодолеешь любые вопросы в жизни. Ученики кадетских классов задавали вопросы гостю разного характера. Здравствуйте. Какая ваша форма успеха? Форма успеха? Пришел и увидел, как вы взяли. Какие вы больше всего получали оценки в школе? Честно скажу, я хорошо учиться в школе не стремился. Но когда я закончил 11 класс, у меня было 13 пятерок и 6 четверок. Проект не был ни одной. Почему были такие оценки? Мне было интересно учиться. А оценки, я думаю, как и награда, это всего лишь побочный эффект учебы. Задавали вопросы не только учащиеся. Александр Степанов поинтересовался у школьников класса судебных приставов. Что нового они узнали, обучаясь в кадетских классах. Мы и увидели много нового, мы и посещали УФУ, посещали разные присяги. Это было очень интересно. И само учение в классе кадетского, наверное, дает узнать много нового. А именно судебного пристава – это изучение законов и многое другое. Также старший пристав признался, что приглашение на такие типы мероприятия он принимает охотно. Служба приставов открыта для общения с любыми учреждениями, организациями. В частности, вот в своем лице я всегда охотно откликаюсь на подобные мероприятия. Провожу определенные, скажем, вопросы-ответы. Мне предоставлять слово на школьных линейках. И я считаю, что такие мероприятия проводить необходимо. Это дает детям модель самореализации в жизни. Это им помогает самоопределиться. То есть скопировать модель успешной реализации себя в жизни и исследовать этой модели. В рамках волонтерского движения Александр Степанов вместе с активистами Кумертаусского отдела судебных приставов посетили детский дом в селе Маячный. Подобные встречи с воспитанниками детского дома стали доброй традицией. Активисты общались с детьми в игровой форме. Подарили ребятам книжки, альбомы, краски и другие канцелярские товары. А также дети получили от волонтеров сладкое угощение. По словам активиста волонтерского движения, посещение детского дома позволяет им скрасить жизнь детей. И напомнить ребятам, что они не одиноки. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.